Добрый вечер. Огромная заслуга выставочного комплекса Крокус-Экспо в том, что в этом хорошо сделанном, грамотно продуманном и интересно исполненном здании абсолютно любая выставка сразу приобретает масштаб и уровень. Сейчас там проходит Интеравто. Интеравто это все-таки выставка не столько про автомобили, сколько достаточно прикладная. Львой человек, выращенный советским дефицитом и кризисом строительства социализма, зайдя туда, попросил бы сразу политического убежища на недельку и через неделю вышел бы из выставки Интеравто на новом автомобиле, покрашенном в тысячу цветов, отполированном тремя сотнями различных вариантов и технологий. С невероятным количеством звукоубивательской музыки. Все это там есть. И вот этот развал болтов и гаек, он именно благодаря тому, что площадка избрал Крокус-Экспо, выглядит очень презентабельно, заведомо более презентабельным, чем он является по сути. Основная тенденция этой выставки в том, что там нет следов, практически нет следов нашей разоренной промышленности. У нас либеральное крыло «Единая Россия», когда тайком собиралась, оно тихонечко шепнуло друг другу из-под одного крыла в под другое крыло, что в стране предприятий оставалось маловато, там где-то 1200-1300, причем в основном они всеоборонного комплекса. То есть промышленности как таковой нет, поэтому что может быть на выставке? На выставке в основном представлены посредники. Те люди, которые ничего не производят, в одном месте берут, в другом месте продают. Ну, все это оформлено как бизнес, средний, малый и большой. Но, тем не менее, есть и определенный пласт производителей. Небольшое количество фирм, которые пытаются созидать станки. Например, станок для ремонта головок блоков цилиндра, расточной станок, наш советский. Ну, он немножко корявенько сделан, так, чуть-чуть по совковому, у него довольно значимая деталь – это манометр. Манометр почему-то на выставочном экземпляре разбитый. Бывает. Немножечко совка все-таки надо добавить даже в любую бочку меда. Но все равно видно тенденцию людей, производящих что бы то ни было, все меньше и меньше. И самое главное, что это меньше востребовано. Больше нужно для увеселения аксессуаров, музыки, красиво покрасить, чтобы это все здорово смотрелось, переливалось, блестело, крякало, сверкало. А непосредственно технологии и товары, адресованные мастерству и профессионализму, они, конечно, потихоньку сокращаются. В целом, как это и по стране у нас происходит. И вот на этом поле большого разнотравья различных игрушек для увеселения особыми торжественными вкраплениями красуются автомобили. Конечно, гвоздь интеравто это Ford серии F, F-250, F-350 и даже 150-ка. Там же на этом стенде еще Chevrolet Savannah, полноприводный автобус. По американским меркам это минивенчик, а по нашим это целый пазик. Ну, так же, как и F-150. У них это машина для домохозяйки, а у нас, в общем-то, ближайший аналог ZIL-130. Разница в том, что он полноприводный. И вчера вы слышали, наверное, этот разговор о том, что американцы, пришедшие к нам сюда, они пытаются сыграть по-честному, официально. Они заходят через РУАТ, то есть при помощи ассоциации наших дилеров. И уже сейчас готовятся к тому, чтобы амалогировать, сертифицировать. И в качестве одной из перспектив рассматривать, в том числе, производство по технологии СКД. Очень неплохая перспектива. Еще одна экспозиция, на которой сверкали автомобили, она совсем удивительная. Потому что завод с очень смешным названием, когда подходишь, читаешь, то сразу возникает логичность ассоциации названия и экспозиции. Потому что первое, что бросается в глаза, это камыш-мыш. Это такие мышки-шалашовки из камышей, которые очень аккуратненько выбрались в экспозицию и, растопырив лапки, развернули фантастическое совершенно действие. На самом деле, это камышинский машиностроительный завод, производящий различную технику не очень известного нам с вами назначения. И одним из побочных продуктов грандиозной любви владельца этого завода являются старинные автомобили. У него несколько коллекций, они на разный вкус, цвет, на разную степень бриллиантовости и позолоченности клиентов. Но вот на интеравтом он сейчас показывает очаровательные, маленькие, послевоенные европейские машинки. Вот те самые драндулетики класса А, из которых у нас родился Запорожье в качестве послесловия, к которым по праву на сегодняшний день прилежит деуматиз. Вот деуматиз, он же очаровашка. Это не те уроды с парки, которые после него, а первородный матизка. У нас в узбекской сборке. И вот такие же очаровательные машинки, они здесь. Вот этот камыш-мыш, он все это на уровне очарования домашних тапочек, в невероятной степени аутентичности. Но при всем при том видно, что, конечно, машины эти по миру побегали. Они были в руках очень заботливых, но небогатых людей. Есть следы эксплуатации, потертости, но они полностью комплектные. Они замечательные. Причем название этих машин мало кому что скажут. Но мистер Шмидт Кабинроллер, который изо всех сил похож, как ему кажется, на автомобиль, а на самом деле самолет без крылышков и без хвостика. Он там в качестве гвоздя в обязательном порядке. Кабинроллер посмотреть всегда интересно. Это интересная попытка авиационного предприятия попытаться ползать по земле, будучи рожденным летать. А есть еще удивительная машинка НСУ Принц третьего поколения. Вот наш ушастый запорожец 966, он является наглой ворованной копией НСУ следующего поколения, четвертого. И когда у нас кто-то пытается, например, апеллировать к не до конца эстетичному дизайну ушастого запорожеца, не путайте с горбатым, с 965, который фиат, цельно тянутый. Так вот, наш запорожец это плод фантазии дизайнеров немецких, НСУ Принц. Здесь его предшественник, НСУ Принц 60-го года третьего поколения, как полагается, с маленьким моторчиком, в очень хорошей степени сохранности. Он такой маленький, очаровательный автомобильчик. Здесь же еще очень интересная машинка Аутобьянки. Аутобьянки вообще мало кто помнит, что это была такая штуковина, которую в качестве совсем дешевого бренда позволяла себе фирма Фиат. И здесь она двойного родства НСУ Аутобьянки, это 65-й год. Тоже крошечная, тоже очаровательная. Она совершенно прелестная, причем она панорама тип D. Это на полном серьезе универсал. Ну, представьте себе, Део Матис с кузовом универсал. Туда можно даже целый мешок картошки загрузить. И это там присутствует. Вот он во всей своей красоте. Также, например, еще удивительная машина, которую тоже у нас мало кто знает, мало кто видел. Глаз Исарт. Она французенка, хотя имеет немецкие корни. И произведена была, в первую очередь, конечно, для немцев. 60-й год, два цилиндра, 700 кубиков. В хорошем состоянии. Есть такая немецкая машинка, никому неизвестная. Ее предшественника по имени Камисброд знают все. А чемпион 400H его знает мало кто. А поскольку у владельца Камыш-мыша есть несколько вариантов своего пристрастия в преломлении различных исторических эпох, то здесь же, конечно, Ваверли это тот самый электромобиль, который в нынешнем году объявился в нашей стране. Ему 100 лет. Он 1913 года постройки. И это электромобиль. Это электромобиль на ходу. Он принимает участие во всех ралли. Он очень похож на карету, из-под которой только что сбежали лошади. И его реставраторы не коснулись, а время пощадило. Машина в полной степени аутентичности. 100-летней давности на ходу, на стенде, на интеравто. Можно прийти и посмотреть, потрогать пальчиком и поговорить с людьми. К подобным машинам всегда прилагаются фанатики. Потрясающие, что приятно, молодые парни, ремесленники. Они себя сами называют ремесленники. Это реставраторы, технари, способные все это поддержать на ходу. Люди, занятые делом, любящие это дело. Таких сейчас мало. На фоне остальных вот этих купи-продай, такие бриллианты — это бесценное общение. Когда еще можно поговорить с подобными людьми? И два павильона Чайна Тауна. Китайцы приехали, привезли. Перерыв на новости, потом расскажу. Два экспозиционных зала в Крокус Экспо на выставке Интеравто отданы китайцам. Там, где приличные собрались — охрана, проверка билетов, турникет. А там, где китайцы в Чайна Тауне, пожалуйста, заходи, кто хочешь. До горизонта стендики, стендики, стендики. И там все, что угодно, начиная от каких-нибудь вентилей и золотников и заканчивая серьезными кусками автомобилей. Китайцы говорят на русском языке. Они без акцента произносят одну фразу из трех слов. К ним подходишь и спрашиваешь, сколько это стоит. Они все, вне зависимости от того, чем торгуют и как выглядят, говорят, ваша визитка, пожалуйста. Потом ты пытаешься им сказать что-то еще. Дальше у них, видимо, на разводе, на утреннем построении перед выставкой других слов не учили, поэтому разговор заканчивается. По-английски они тоже не говорят, поэтому единственное, что ты можешь с ними сделать, это дать им свою визитку, после чего они кивнут тебе головой. На этом разговор закончен. Китайцы, естественно, торгуют товаром китайского качества. И на нескольких стендах очень хорошо смотрелись настоящие, истинно немецкого качества, оригинальные аксессуары и запчасти к Мерседесам и БМВ. Китайского производства. То есть вот эти подделки, пожалуйста, вот они здесь висят. Нет, приходи, покупай. Можешь тыкнуть пальцем и сказать, сколько стоит. Они тебе скажут, ваша визитка, пожалуйста. И после чего ты им даешь сколько-то юаней и уносишь эту замечательную запчасть и крутишь ее на свой, например, «Жигуль», потому что к Мерседесу и к «Жигулю» подходят все китайское одинаково. Это вот там было в изобилии. То есть с китайцами разговора никакого нет, зато китайцев очень много. Целых два стадиона. На каждом ровно по три человека. Такой хороший пулеметный расчет, то есть командир пулемета, стрелок и второй номер расчета, который подносит патроны. Китайцев много, толку от них мало. И качество, конечно, самое удивительное, начиная от невыносимого и заканчивая тем, что производит какое-то нормальное впечатление. У нас производители тоже потихонечку заняли несколько стендов и был даже целый диорамный проект. Он назывался «Промышленные кластеры». Можно было посмотреть, как выглядят территории, освоенные под производство. Создается иллюзия существующих заводов. У одного из них, вот за спиной, там несколько мальчиков-стендистов, было написано, что это все поставка на конвейер. Конвейерная комплектация. Любопытно посмотреть, что конкретно на конвейер, вот из этого кластера идет. Самая весомая деталь под стеклом – это карбюратор. Я у мальчика спросил, говорю, а карбюратор-то, простите, на какой конвейер идет? Это на какую доисторическую технику вы? Он говорит, а это так, для красоты вы не волнуетесь. Но родной совок, кто бы сомневался. Было несколько спортивных машин. Был, например, АвтоВАЗ. И АвтоВАЗ, чем примечателен? Он ведь все-таки фирма. Это же не совок поганый, это же, вот она, Европа, наконец-то. И там потрясающе красивые барышни. Самые красивые были как раз на стенде АвтоВАЗа. И что хорошо, у них наконец-то появилась на все свое барахло железное фирменная упаковка. И там написано оригинальные запчасти. И какой-нибудь настоящий шурус в шикарной фирменной коробке. Для владельцев Жигулей это тоже примечательно. И здесь же спортивная машина, которая под флагом Лады где-то ездит. Хотя мне в этой связи больше нравится спортивная программа Горьковского автозавода, в основе которой не государственные деньги и не бюджет. То есть не наши с вами отобранные насильственно властью деньги в пользу одного производителя, а личный энтузиазм и свои скромные заработки. Тем более, что газовцы сейчас пытаются уже выступать в грузовиках. И, как это ни парадоксально, главным локомотивом газовской спортивной программы является Вячеслав Субботин. Зам главного редактора журнала «За рулем». Совершенно фантастический человек, у которого глаза горят от всего этого. И он готов постоянно это все совершенствовать, на своем горбу тащить, а потом еще выступать в зачете. Он уже стал профессиональным гонщиком. И он постоянно принимает участие в совершенствовании горьковской техники. И, может быть, благодаря именно, в том числе и его усилиям, наконец-то газель превратится в автомобиль, а не в гробовозку. Потому что, когда сам завод десятилетиями не может сделать ничего и не особо хочет, а потом приходят энтузиасты, вполне возможно, что зримый результат на интеравто, представленный уже публике, со временем обретет какие-то последствия для производителей, встанет на конвейерах хоть чем-то. Потому что, как вы помните, девиз автоспорта – сегодня на гонке, завтра на конвейере. Может быть, и у газа, наконец, что-то начнется. Ну, КамАЗов там, естественно, не было. И отдельный пласт – это уже серьезные игроки, всяческие шинники, гаечноключники, покрасочники. На это тоже можно посмотреть, но это уже, что называется, на любителей. Я, например, не собираюсь покупать вагонами резину, поэтому я просто воздал должное тем людям, которые решительно пришли в Крокус-экспо. Благо, Крокус-экспо – это самая приличная у нас выставочная площадка. Дальше идет логическая отбивка. Как вы понимаете, пробок в Москве нет абсолютно никаких. У нас всего лишь 7 баллов. Но тут кое-что стоит. Остальное – это движется. То есть вот на Красной площади движение вполне себе зеленое для тех, у кого есть спецпропуск, чтобы по ней проехать. Телефон 6510996. Давайте поговорим теперь о том, что интересно вам. Александр, здравствуйте. Сергей, добрый вечер вам и всем вашим слушателям. Здрасте. Являюсь счастливым обладателем «Шкоды Саби» фокуса третьего и то этого довольно-таки нового. Вот по Саби задумал я ее, знаете, держать до полного ее окончания. Вот, так сказать, не сработает. Так, как бы рабочая лошадка. Она 1.4 на ручке. Вот, так вот, хотел спросить, не является ли случайно вдруг там атмосферник 1.4 Volkswagen с каким-нибудь вот злополучным исключением из их неубиваемых двигателей старых? Нет, он достаточно... Ничего не плохого, вот, как бы, нет. Он достаточно надежный, и он является в большей степени послесловием к чешской школе конструирования двигателей, а не к Volkswagen. Ему лет, наверное, столько же, сколько Лаурину и Клименту. То есть, где-то так, наверное, около ста. И он очень неплохой, и не зря они ставят его на Фабио в силу его неприхотливости, технологичности и хорошей запчастевости. 1.4, вот эти старые MPI-вские двигатели, они молодцы. К ним особых претензий нет. Даже и 1.6-то, те, которые попадают на Октавию, они тоже молодцы, хотя бывают косяки, но конструкция зато отработанная. А ваш 1.4, он как раз позволит ездить долго и счастливо. То есть, на ближайшие 50 лет его хватит. Это здорово, потому что остальное все особо сомнений не вызывает, чем там наручек ломаться. И смежный вопрос. Вторая машина, третий фокус у жены, на Power Shift 1.6. Вот ничего про него не слышно таких вот скандалов, как в DSG. Хотя схожие, в общем, конструкции. Это действительно так или просто молчат? Может, про телесные гарантии не хотят пока давать? Это зависит от того, насколько сильно будет и насколько высока волна общечеловеческого возмущения. Пока фордовцы довольно часто гарантийные случаи гасят без претензий. Хотя по законам физики, конечно, два сцепления, каждое из которых находится, хочешь не хочешь, но в работе, оно не может быть вечным. И если обычное сцепление на приличной машине доживает до 100-120 тысяч по современной жизни, то здесь после 60-ти, ну, уже вряд ли кто даст дохлого жука, как это было по поводу биографии Буратино. То есть, по-хорошему, там 3-4 годика ее все-таки бы другому счастливому обладать. А вот не факт, потому что, когда у вас в машине других претензий нету, а вот, предположим, у вас есть два скользких момента, это коробка, которая постоянно находится в физическом контакте, или, например, турбина, то и то, и другое не является конструктивным дефектом, то является особенностью машины, которая позволяет ей хорошо ездить, вам во всем помогать, но на сегодняшний день технологии не позволяют иметь ресурс этих двух агрегатов, равный общему ресурсу автомобиля. И когда оно у вас накроется, вы поменяете, и тем самым получите нормальную машину, которая еще 5 лет будет ездить. То есть, вот такой вариант, как, например, мы же с вами воспитаны Жигулями, мы понимаем, что если оно тут сыпется, там сыпется, здесь сыпется, то в какой-то момент это уже переходит в границы приличия, и хочется избавиться от этого ящика Пандоры целиком. И тогда, пожалуйста, любой другой энтузиаст, вот, возможность пойти и вляпаться с приличными машинами, нормально сделанными под людей, там, Ford Focus, например, или Skoda Fabia, такой алгоритм не совсем оправдан, потому что вы его продадите, а ведь у нас удорожание машин вот с 2008 года по сегодняшний день где-то, наверное, на 50%. То есть, вот тот же самый Ford Focus раньше стоил, у него первая цифра была там, что-то, он 345-400 тысяч, а сейчас он там уже начинается сильно за 500, сильно за полмиллиона. И когда вы будете эту машину продавать, то есть, сбыть-то вы ее сможете. А зачем? Если во всем остальном она вас устраивает. Поменяли, починили и поехали. Это же не Жигуль, который точно вас похоронит. Даже если это совершенно новый автомобиль, у которого вот, наконец-то, раньше не хватало родовых особенностей Жигулям, а теперь у них вот эта способность самостоятельно выбирать направление. Руль туда или руль сюда. Вам в столб или под КамАЗ. По поводу чего Автоваз говорит, что да ладно, все это ерунда, подумаешь. Ну, не убился же никто. Ну, и что, что в столб въехал? Ну, и что, что электроусилитель руля на лучших автомобилях нашей страны сам выбирает, в какой момент дернуть вас целиком на обочину? Ну, ничего страшного. Вот поскольку на Форде такого нет, его проще любить и содержать, чем, соответственно, при первых признаках заболевания от него избавляться. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. У меня, в принципе, пара простеньких вопросов. Как хорошо. Первый. Имеем в семье Megane Hatch 1.6 автомат и Chrysler Town Country 3.8. Ух ты. Две. И много. Угу. Хотелось бы уточнить, чем лучше... Такие простые вопросы о ситуации, как с подводной лодкой «Курск». Александр, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Я на линии. Да, это вы. И я, кстати, тоже. Очень приятно. Всегда слушаю вашу программу после шести, прямо тороплюсь, чтобы не опоздать. Иногда в интернете слушаю, когда не успеваю за машиной. У меня совет к вам один. Можете помочь? Постараюсь. Два года назад я купил своей жене Solaris 1.6 на автомате. А мой товарищ своей жене купил Volkswagen Golf. Вот эта ограниченная серия была. Оставил. Так, оставайтесь на линии. После новостей продолжим. Спасибо. У нас на линии Александр. Итого Solaris и Golf. Да, Александр? Да, точно. Значит, Golf сейчас планирую я его взять себе. Ему два года. И вот я не знаю, что ожидать от этой машины. В принципе, я езжу из-за города в центр. Мне надо немножко быстро где-то проехать, ну, чтобы комфортно было. Александр, простите, а чем вызваны ваши подозрения? Вот у вас по поводу Golf что? Я никогда не ездил на машине подобного класса. У меня там были разные машины. Например? Полярис у меня. До этого был Prius ездил. Ух ты! Сейчас думаю, взять или не взять. А скажите, Александр, вот на Prius вы в каком возрасте взяли? Сколько ему было пробега? Я взял, ну, обещали, два, три года обещали. Ну, и на самом деле ему, наверное, было три года. Я взял его, 18 тысяч на нем было, миль. Он был ударенный сильно. Я на нем попал сильно на деньги, когда ремонтировал электрику. И продал его. Два года проездил, ну, так сказать, не очень большая экономия. И продал ее. Ну, не то, что замучился. Не знал, чего ожидать от него дальше. Александр, а что вы такой пугливый? Ну, не знаю. Понятно. Мне кажется, что машины, они могут подвезти в какой-то момент. Они смотрят на вас с косым азиатским прищуром. А теперь вы смотрите в европейские глаза гольфа и подозреваете легкую азиатчину. Такой удар в спину. Гольф, он хороший. Да. Он довольно прочный. И его хватит надолго. Тем более, когда вы его берете из дружеских рук, это подразумевает некую внятность его биографии. Сам по себе аппарат, он, конечно, высокотехнологичный, поэтому у него бывают определенные заболевания. Но чем хорош гольф? Тем, что когда он вам надоест, у вас его оторвут вместе с руками. Во-вторых, умирать он будет по-любому очень долго. И, в-третьих, все-таки гольф, как бы он ни старался, и вообще концерн Volkswagen, как бы он ни старался прийти к одноразовости своих машин, он пока еще не может до конца изжить в себе умение делать довольно неплохую технику. И гольф, как машина, не зря все-таки в ее честь негласно называется весь сегмент С. Его называют гольф-классом. Поскольку по сию пору это удобный, правильный автомобиль. Для нас с вами, ну, может быть, единственный его нюанс в том, что, к сожалению, он низковат. Но все-таки он рассчитан на Европу, и когда какая-нибудь суперевропейская адаптация трансформируется в суперроссийскую, и там на целых 0,2 миллиметра поднята подвеска, то для немцев это гениальное достижение. А для нас это даже незаметно абсолютно. Во всем остальном, вот он Volkswagen. И, конечно, когда вы приедете, не дай бог, в первый раз в сервис, вам сразу выкатят ценник Rolls-Royce. Пусть чего вы таких глупостей совершать уже не будете. Поедете по привычной стезе, по гаражам, где будут хорошие родные мастера, которые его знают как облупленного. И вас, кстати, тоже. И все у вас будет хорошо. То есть не подозревайте его в хитростях, пакостях и злому мысли. Он вполне себе честный автомобиль. Я вот послушал вас, и еще по поводу Стан Йонга мне ваши отзывы по Акциону понравились. Я поехал на тест-драйв. Вы знаете, мне не очень понравилось то, что он не такой мощный. Вот я педаль в пол, и он не так сильно меня потянул, как вот бензиновая версия у меня была полная, как всегда. Но вообще я не почувствовал такой вот динамики, хороший разгон. К сожалению. Это после Solaris? Да, у меня сейчас Solaris 1.6, я вроде как нажму, и я поехал. Я чувствую, что я поехал быстро. А на Акционе нет такой вот динамики разгона, к сожалению. И всем при том. Очень хорошая динамика разгона, которая действительно меня впечатлила, это было пару недель тому назад на Rolls-Royce Ghost. У него 570 лошадиных сил, две турбины, 6,5 литров. Почувствовал. А все остальное достаточно субъективно. Тем более, когда вы взвалили на себя тяжкий ящик полноприводный под названием Акцион, который и весит больше. И шумоизоляция у него такова, что много косвенных ощущений, подсказок скорости смыты абсолютно. Но на самом-то деле Акцион, он резвый парнишка. И будь здоров какой. Хотя, конечно, за Solaris ему не угнаться. А если Solaris патчет на ручке, так за ним не угнаться даже Mazda, который, в общем, вся себя спортсменка. У Solaris, у него ведь военная тайна в чем? В том, что у него двигатель по Евро-3. Всем рассказывано на каждом углу, что Евро-4. Да нет, нормальный Евро-3. И он фантастический мотор. И эти 126 лошадиных сил, они совершенно ураганные. И ведь прелесть Solaris в том, что у этой коробочки мотор-то не от нее, а от чего-то большего, крутого и замечательного. Но Акцион не слабее. Я вот сейчас же езжу на Solaris. Стоит мне его менять на этот Golf? А жене? Нет, жена у меня уже, она забрала у меня Судуки Гранд Витару и ездит спокойненько. Ей нравится. Такое, с сыном, безопасно. Слушайте, у вас с каждым оборотом разговора добавляется по автомобилю. Я думаю, минут через пять выяснится, что вы олигарх, у вас целый таксопарк. Нет, у нас две машины, у меня уже на этих, больше нет. До этого были приусы. И в качестве бетафи... Не знаю, менять или не менять, как вы посоветуете мне? Александр, для того, чтобы я принял за вас решение, а потом, соответственно, наслаждался, нужно, чтобы это сделал я. Пошел и купил. Либо так, либо это. А вам, хотите вы этого или нет, придется кидать монетку и ждать, пока она зависнет в воздухе. Потому что, как только она зависнет, вот после этого решение-то как раз и созреет. Вы переходите из одного класса автомобиля в другой. У вас Solaris, он на полступеньки ниже, чем Golf. Golf респектабельнее и дороже. Но впечатления от него будут совершенно другие. И если вы постоянно будете ждать, имея точку отсчета, Solaris, то вас долго еще любая машина будет разочаровывать. Магомед, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Хотел бы услышать ваше мнение. У меня такая ситуация. Есть Honda DC 2001 года. Замечательный универсал. Да. Семеместный. С движком 2.4. С ТЭКом. Проблема, как всегда, у Honda с коробкой. И сейчас настало время, когда эту коробку надо менять. И вот сейчас стоит выбор. Или ремонтировать это, или что-то покупать другое. К сожалению, воровать не научился, поэтому денег не особо много. А в районе полумиллиона, сколько я не искал, альтернативы для такой машины, к сожалению, не нашел. Не существует этой альтернативы. А у нас ведь за полмиллиона, в принципе, альтернативы нет. Потому что это из категории того, нашел грибы в лесу или не нашел. Повезло или не повезло. Рынка, куда вы приходите, открываете дверь, а там прямо до горизонта стоят за полмиллиона все минивены планеты Земля, конечно, его не существует. Его даже в интернете нет. Одиссей машина удобная. Ну, почему нет? Пожалуйста, Штаты, Германия. Ну, вопрос там, сколько растамушка обойдется. Да, да. Замарим телушка-полушка, а зарубь перевоз. И, конечно, вы там можете посмотреть. У вас будет и Карфакс, и внятная биография этой машины. Тем более, что пятисемилетка из Америки, она все равно не счета по техническому состоянию. Если вы готовы во все тяжкие... У меня праворульная машина. Да. Ну, на левую руль все равно пора, Магомед. Вы же... Ну, пытался. Ну, нет такой альтернативы. Пытался ездить на леворульном Одиссея. Ну, американском. Другой. Другой, да. Абсолютно другая машина. Вот тут валенок валенком. Набитый подушками при том. Да. Но, Магомед, а с другой стороны, через какое-то время государство нежно за вас возьмется, как оно у нас умеет, методикой стоп-крана из серии «Чё, какой правый руль? Ну-ка, в натуре быстро все построились за левым». И вы на руках получаете любимое, но неприменимое. Вот сейчас, тем более, если вы выходите на американский рынок и вот как-то уже более-менее ориентируетесь в этом, то там ведь можно взять и всяких кроссоверов всеми местных, либо какой-нибудь Town & Country, либо Ниссан-Тойота, а у них минивены там, будь здоров, какие своеобразными шестерками? Ну, я вот присматривался как раз к Тойоте, но салон, вот я не знаю, почему, что мешает Тойоте сделать салон вот такой же трансформируемый, как у Хонда. Это не передать словами, как это удобно, когда два задних ряда раскладываются в ровный пол, когда там семейка куда-то далеко поехал. Ну, тогда это американец, это как раз Town & Country, он же, соответственно, и Дорш, и Крайслер-караван, у него в пол раскладывается, и там можно спать, плясать, можно кататься на велосипеде по салону, если хотите, но у вас машина с правым рулем, автомобиль, адресованный внутреннему японскому рынку, он изначально лучше, интереснее и более грамотно продуман, чем все остальное, что японцы делают по всему миру, тем более Ниссан и Тойота, которые поставили сборочные заводы в разных штатах Америки, они в принципе делают машины, которые никогда не будут явлены глазам японского ценителя, а американцу и так сойдет. То есть у вас в таком случае тупик, у вас вариант на самом деле один, вы продаете машину, полгода мучаетесь в общественном транспорте, имени товарища Собянина, наслаждаетесь Икарусом, потом вас трамбуют в метро, после этого вы готовы на абсолютно любой автомобиль, и тут, о чудо, наконец-то к контейнерам приходит, например, какой-нибудь леворукий японец из Америки, и вы счастливы. Только так. Или Лада Грант, или как он там называет. Не-не-не, Магомед, ну что вы, погодите, не надо делать себе харакири, то, что у вас 12 лет такая машина, из этого не следует, что вы должны покончить жизнь самоубийством, тем более еще самоубийством своей жены. Вот, нас хочет наше правительство. У нас вот фирму купили новые Лады, я сел, и у меня просто слов нет. Когда крепеж сидения торчит где-то на половину высоты сидения, вот такие болты, я даже не знаю, как это назвать, хотя это считается, что Рено переделанное. Ну, много чего считается, знаете, АвтоВАЗ всю жизнь рассказывает нам сказки о том, что они догнали и перегнали кого-то где-то там у себя в темноте коридоров, и вроде как они на каком-то уровне, они где-то в журнале, в каком-то, много лет тому назад увидели фотографию, и там было написано Европа. Вот с этой фотографией они до сих пор состязаются, они ее пытаются перегнать и догнать, и говорят, во, а у нас-то не хуже, чем в Европе. Они очень обижаются, когда картинку стреляют. Мне в этом отношении очень в АвтоВАЗ понравилась история про АвтоВАЗ, даже не история, такой анекдот из серии. Вот выжигают руки, руки, это место такое проклятое, руки тут ни при чем. Да? Ну, это даже не в авторевью, это мы и сами знаем. Тем более, вы же помните вот этот пример электроусилителя руля, который теперь уже знают все. То есть он же корейский, этот электроусилитель руля. Но почему, когда он встал на Жигули, его начало клинить, и машина стала уходить в кювет либо в отбойник? Ну почему? Потому что место... Место проклятое. Да, именно поэтому. Место проклятое. Но, Магомед, возвращаясь к вашей проблеме, значит, поскольку с правым рулем рано или поздно методом стоп-крана вас заставят расстаться, то сейчас, как бы ни было печально, вы потихонечку вынуждены будете переходить налево. Либо вы почините себе Одиссей, либо купите какую-нибудь Тойоту Ной, которая не менее гениальна, чем Хонда Одиссей. Но вот она, вот она перспектива. К сожалению, вы идете и покупаете машину там, и, увы, она будет с левым рулем, с тупым деревянным салоном. Но если это будет Тойота или Ниссан, у них будет большой по объему мотор и хорошая исполнительная электрика. Несмотря на большой объем и большое количество лошадей, они почему-то упорно не ездят, зато бензин жрут исправно по-американски. А это вот по-разному. Знаете как? Это по-разному, потому что некоторые американцы очень резвые. То есть некоторые Ниссаны и Тойоты, они летают как самолеты. Вопрос в том, какая была у них биография до этого. И какой хороший, талантливый, рукастый человек лазил, перенастраивал, ковырялся и чем заправлял. Потому что иногда бывает, что там коробка в аварийном режиме и двигатель помрет. Вот-вот. Перерыв на новости. Пробок в Москве нет. Всего лишь 7 баллов. Не обращайте на это внимания. Езжайте с ветерком. 65, 10, 9, 9, 6. Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. В тему, кстати, корейских электроусилителей на наших ладах вспоминается еще один анекдот из новостных лент. То, что на краш-тесте лады Калина манекен выбегал и выбегал от нее подальше. Да, бедняжка. Тем более, что у нас ведь идет постоянное состязание вот с этой картинкой, которая на стенке где-то у АвтоВАЗа обозначает Европу. И наши пытаются дотянуться до Евронкаповских четырех звезд. И каждый раз, когда дотягивается, подлый Евронкап, ну, как за кулис империализма, меняет стандарт и выясняется, что у нас нету этих звезд. Вот нет у нас этой пассивной безопасности. Ну, не можем. Мы вот мордой об стол можем, а вот так, чтобы все выжили, ну, не получается. Ну, шо ж, вот такая вот беда. Вот. А вопрос у меня к вам два, причем про абсолютно радикальные две машины. Вот. Первый вопрос. Я хотел бы узнать ваше мнение. Все очень долго спускают слюни на Nissan GTR. Такое вот. Хотелось бы узнать ваше мнение и сравнение с ближайшими конкурентами, там, я понимаю, Porsche Boxer, наверное, что-то в этом роде. Ну, GTR-ка, полный привод, мотор 3.8, и это автомобиль для очень искушенного человека. И он, конечно, с одной стороны, молодец, потому что сделан как совершенно такая легальная, абсолютно дешевая версия того же самого Porsche. Потому что Porsche при подобной энерговооруженности на полном приводе будет стоить чуть-чуть подороже. Этот всего каких-то 5 миллионов у нас на рынке, поэтому вы спокойно продаете квартиру, нормально покупаете себе GTR-ку и на ней едете до первого телеграфного столба в повороте, после чего идете покупайте собачью конуру, поскольку жить же где-то надо. Но эта машина, она при всем при том позволяет ехать тихонько. То есть это редкая категория спортивных машин, ярко выраженных спортивных, на которые можно поехать, например, за колбасой или за картошкой. Грузить некуда, но поехать можно. Вот на «Феррари», например, сложнее поехать за картошкой, на «Поршаке» тем более сложнее. Но почему, в принципе, «Ниссан ГТР» никогда не займет никакого места на пьедестале? Потому что чисто имиджевая составляющая. Вот вы, условно говоря, Дмитрий, продали родину или там квартиру или еще что-нибудь. У вас было лишних 5 миллионов. Вы пошли купили себе настоящую японскую спортивную машину «Ниссан ГТР». Полный привод. Круто, да? Вы приходите куда-нибудь, ну, например, там пошляться по девкам. Ну, обычно люди, у которых есть такие машины, они же не совсем бывают нормальные в своем поведении. Им хочется покутить, побезобразить, похулиганить. Вы приходите к девкам. Там стойка бара, и вы так небрежно бросаете ключ, а на нем написано «Ниссан». И все думают, что вы приехали на «Микре». А рядом стоит точно такой же «Криндель», а у него на ключе написано «Порше». И всем абсолютно неважно, на каком «Порше» он приехал. На «Панамере», или на «Бокстере», или на «Каймане». Вообще неважно. Ему достаются девки первого сорта, а вам, соответственно, стабили о рангах это еще не сына. В этом плане я женат, у меня нет такой цели покасываться перед девочками, но просто вот мне очень реально очень нравится этот машин. Это правильно. Оживаться внешне. А второй вопросик у меня связан с «Софродом». Вот. Если честно, тоже вот так вот захотелось вот поэкстремалить по направлениям российским. Вот. И если честно, очень хотелось бы узнать опять же ваше мнение по поводу такую машину, такую взятку, которую можно не очень дорого переделать под нормальный, хороший, достаточно удобный оффроуд. То есть отношение цены, качества, ну и какого-то комфорта. Потому что на «УАЗике», на «Хантере» как бы особо, если честно, не хочется рассекать. вот этому бездорожью. А вы насколько глубокое бездорожье подразумеваете и какой ценник у вас? Понятно, что квартиру вы уже продаете, это я понял. Ну, я могу вторую конечно найти, но по большому счету, допустим, в пределах может быть миллиона это реально сделать. Любые технические виды спорта, они не дорогие, они супердорогие. Вот когда вы собираетесь, например, построить себе машину под какую-то конкретную спортивную задачу, пусть она будет внедорожной. Рассчитывая на миллион, вы в нее вкладываете три. Рассчитывая на три, вы вкладываете девять. Без вариантов. Самая нормальная машина для оффроуда, чтобы тихонечко поковыркаться в грязи, это УАЗ Патриот. Но теперь уже старая, у которой механическая раздатка. Наша совковая, тупая механическая раздатка, которую нужно при помощи обязательно чьей-то матери четырех рук, двух ног и еще восьми крепких мужиков вколачивать, чтобы оно удержалось и не вышибало ее. Но УАЗик позволяет при своих ходах подвески, нормально ездить по бездорожью даже в таком практически заводском варианте. А если вы ему еще поставите таран АРБшный, обязательно лебедку, потому что без лебедки за пределами МКАДа делать нечего, дополнительных баков навернете, зубастую резину, защиту, то вы уже в принципе готовы к какому-то нормальному оффроуду, потому что в нем тепло, крыша не течет, нормальный гидроусилитель руля, нормальная уже не солдафонская эргономика, ну, конечно, да, у него там какая-нибудь копеечная прокладочка превращает его в груду металлолома посреди болота за 3 секунды, потому что она протекла. Другой вариант, вы берете наконец-то 80-ку либо 100-ку, либо 105-ю лендкрузер, причем вам его впаривают обязательно убитый по цене в миллион 300. Ну, это уже понятно, как бы, это заведомо, априори. Да, просто потому что настоящее японское качество, убивало-убивало, а теперь мне надоело, а теперь следующий. Машина, естественно, убиваемая, но все во благо. Вот то, что вы в ней поменяете, вы поменяете ради улучшения и в конце концов закончите этот ремонт. Вот эта беготня по кругу, передний мост, карданы, раздатка, задний мост, электрика, он так или иначе замыкается, и вы уже нормально едете. Вот сколько, например, у Леши Мочилова на его волоках ездит разных машин в караване, меньше всего претензий, как бы там ни было, сотая, сто пятая, восьмидесятая, эта штука не рассыпается, хотя на вершине-то стоит как раз F-150 или РАМ, который по классу, ну, грузовик, если быть до конца честным. Ну да. Он убивается еще менее охотно. А как он по ходовым качествам? Он проползет там, где проползет, допустим, тоже крузак сотый? Вы для того, чтобы на серийной машине плюхнуться в лужу, будете иметь одно представление, точку отсчета, а для того, чтобы пройти, например, серьезный Волок, вы любую машину будете готовить. Хотите вы того или нет, но и по блокировкам, и по ходам подвески, и по лифту вы будете этим заниматься. И тогда у вас совсем серийной машины уже не будет. А не серийной проедет ровно настолько, сколько вы в нее квартир вложили. Ну, понятно. А вот если вы пойдете легендарным путем, например, а я хочу себе джип, вот тут бабушка на двое сказала, хотя в последнем Волоке Грант выжил, а в предыдущих, например, мероприятиях рэнглеры горели как танки под профоровкой, и ничего с этим не поделаешь. У них была конструктивная особенность. Они, если долго ехать по сухой траве, они вспыхивают, и после этого вы обратно 6 тысяч километров идете пешком с рюкзаком, познаете мир и становитесь великим путешественником. Иногда посмертно. Ясно, Сергей. В принципе, сейчас, например, я так и рассчитывал, примерно так и прикидывал, либо вот ЛС-100, либо вот наш УАЗ-Патриот, который нужно там складывать, полифтовать и делать там кучу улучшений, чтобы он более-менее там куда-то прожил. Да, но он в какой-то момент все равно сдастся. Ну, это понятно. Сотка будет терпеть, а этот сдастся. И есть еще промежуточные варианты, там, например, Паджеро, Паджеро-Спорт. Да, вот хотел как раз вот Паджеро-Спорт и L200. Они, в принципе, одноплоходные по Паджеро-Спортам. Да, они очень хороши по зиме, потому что у них четырехступенчатая автоматическая коробка, а по бездорожью хорошо уже ездит на автомате. Это уже правило хорошего тона. И это нормально. Но там, как только вы начинаете эту машину всерьез перегружать, хотите вы того или нет, как только вы проспали момент и всерьез пошли рубиться по бездорожью, не заблокировав раздатку, не уйдя в нижний ряд, она начинает перегреваться, а у нее нету контуров охлаждения, и эта четырехступка через какое-то время накроется. В отличие от большого Паджеро, у которого там пара радиаторов стоит, и коробка не перегревается в принципе. Но у нее там другие проблемы, насколько я знаю, там с тем же кондиционером и так далее, которым можно даже повредить в принципе по бездорожью. Можно, именно поэтому вы туда ставите защиту, но вот сейчас, когда тот же Мочилов, который у нас точка отчета в разговоре о бездорожье, проехал на этой машине порядка 10 тысяч кавказ и обратно, в том числе камни, глина, дожди, сели и русла рек, и приехал на ней со слегка просто подсевшими амортизаторами на Паджеро четвертом на дизеле, это говорит о том, что даже без серьезной подготовки она уже много к чему готова. А тем более, чем хорош Паджеро? На него невероятное количество кит-комплектов. Потому что машина раллийная, и огромное количество фирм, именно четвертый Паджеро, начиная еще с третьего, приготовили к тому, чтобы он скакал по буеракам. Туда можно поставить любую подвеску, любые блокировки, любой степень лифта. То есть вот на какой кошелек вы хотите? Ну, при этом он от 1,8 млн начинается сам Паджеро, если брать новый, допустим. И еще на него наворачивать можно, как вы говорите, там до 10-15 млн запросто. Ну, 15 млн вы уже получаете ралли... Это трехкомнатную квартиру в Москве. Да, да, вы получаете шикарную квартиру, причем, кстати, с ремонтом. Но почему-то вы на ней выехали в степь и там погибли. Да, примерно так. Спасибо большое, Сергей. Зато на лоне природы. Иван, у вас есть еще три секунды. Здравствуйте. Иван? Да, это вы. Я на связи. Здравствуйте. Сергей, дозваниваюсь к вам с двух телефонов. У меня вопрос от себя и от товарищей. С чего содран двигатель литровый Matisse Besta? И стоит ли переплачивать за спринтер купленный, ну, предполагаемая покупка за 2 млн, 70 тысяч за цветметалик? Вот два вопроса. Минуточку, спринтер какой? Спринтеров их штук 5. Начинает Mercedes и заканчивает японцами. Шасси. Шасси. Трехлитровый двигатель. Спринтер вы имеете в виду Mercedes или кто? Да, да, да. Mercedes Sprinter 519. Значит, спринтер достаточно живучий в зависимости от того, что вы берете. Вы хотите взять вот нынешний, который сейчас на ГАЗе начали, вернее, на КАМАЗе начали собирать? Нет, на ГАЗе. застрелили. Да, вот. Это вопрос о надежности. Трехлитровый дизель хвалили, в отличие от четырехлитрового. Нет, от двухлитровых. Там 2,2 есть и трехлитровый. Вот, в принципе, в гамме Mercedes есть еще то, что на Гелика ставится это чудовище, а трешка хорошая. А, значит, у Матисса литровый мотор, насколько я помню, у него японские корни, потому что Матис, в принципе, сделан на платформе Сузуки. Перерыв до осени, до понедельника.